Музыка Всем привет! Сегодня будет один из любимых моих салатов, который можно приготовить на Новый год. Ингредиенты тоже простые, готовится легко. Беру 200 граммов чернослива. Я его хорошо промыла, можно взять 150, но у меня здесь 200. Заливаю кипятком на 15 минут, потом все это слить и просушить слегка. Грецкие орехи, 100 граммов измельчаю ножом. Не так, чтобы мелко, но средненькими такими. А вообще, как вам нравится. Можно потереть на крупной терке, если вы хотите более такую крошку помельче. Что еще мне понадобится? 80 граммов сыра натерла на крупной терке. 4 яйца тоже на крупной терке натерла. Чернослив разрезала в произвольной форме, так меленько порубила. Часть орехов я порубила ножом, а часть на крупной терке. Ну, как бы сверху они чуть-чуть покрасивее выглядят. И 2 яблока вот такого размера. Яблоки можно потереть на крупной терке. Но мне нравится мелко порезать соломочкой. Это уже выбирайте сами. Вот так, наверное, сделаем. Тоненьким ножом. Кожуру я не снимаю. Не любите, можете снять кожуру. Мне нравится вот именно кусочками, когда яблоко в салате. Продукты подготовлены. Салат выкладывается слоями и переслаивается майонезом. Майонез у меня домашний. Я делаю без яиц, густой. Рецепт есть. Кому интересно. Вот так он выглядит. Я буду заправлять через бутылочку. Такую вот эту бутылку для соусов. Если для праздничного стола, можно украсить таким вариантом. Купить листья салата зеленые, широкие. Разложить салат на тарелку красиво. И потом уже класть салат. Будет очень здорово. Я вчера посмотрела зелень в магазине. У нас именно салатная зелень очень вялая. Я даже покупать не стала. Поэтому будем так готовить. А на праздник, возможно, будет хорошая зелень. Поэтому можно приобрести. Первый слой сыр. Если есть форма, можно форму. Кольцо, там какое-то сердечко, квадратики. Я хочу просто вот так сделать. И каждый слой переслоить майонезом. Смазать. Далее чернослив. Снова майонез. Яблоки. Яблоки я не сбрызгиваю лимоном. Пусть они потемнели. Ничего страшного. Они у меня по вкусу кисло-сладкие. Поэтому не хочу, чтобы была кислинка. Можно пошире разложить. Так вот, чтобы было интересненько. На яблоки тоже сеточка майонеза. Теперь яйца. Салата получается много. Из этих продуктов прям большой такой салатник или блюдо. Можно часть яиц для украшения оставить, если вы захотите там что-то придумать, присыпать. То есть на вашу фантазию. Яйца чуть-чуть побольше майонезом сдобрить, потому что они как бы суховатенькие. Я просто хочу горочкой сделать, поэтому вот так вот формируем. Можно типа плоской лепешки, ровненькой. Лепешки. Красивое слово. По краям можно сделать. И последний штрих это грецкие орехи. Сверху либо вот так присыпать, как пожелаете. В общем, формируем как тортик. Можно салат оставить в таком виде. И все. Я немножко еще сверху вот так добавлю сеточку тоненькую. Ну и нужно. Так, она пройдет. Можно по краям чуть-чуть украсть. Раз зелени нету, пусть будет беленькая. Ну и сверху можно тоже 3 штучки черносливки положить для украшения. Можно сюда зеленые листочки в серединку, одну черносливу, либо орешек. Ну вот как-то так, такой праздничный вид. Посмотрите, даже салат вот двигаешь, он весь как бы немножечко трясется, да, что слои не придавленные, очень нежные, такие воздушные. Пропитается немножечко, минут 10-15 и можно уже есть. Ну а на Новый год можно сделать заранее. Все будет замечательно. Вот такая красота получается. Можно чуть побольше майонезом. Давайте будем смотреть, смотрите, какая нежность, да. Салат получается сочным, пропитанным, потому что я положила достаточное количество майонеза. Потом в тарелочке можно перемешать. Видите, какая красота. По вкусу салатик такой кисло-сладенький. Ну здесь как-то вот сочетание этих вкусов приятное. И он получается нежным, сочным. Кто любит тут именно сладкие такие салаты, прям супер вариант. Я вообще люблю такой салатик. Чернослив придает кислинку, яблоко сладость придает, а сыр с яйцом как-то нотки такие соли, да, вносит. Яйцо нежность, а сыр как бы соленость чуть-чуть. И все гармонично сочетается. Так что пробуйте и готовьте. На праздник очень хороший салатик. Желаю всем самого доброго, настроения хорошего, здоровья крепкого и до встречи. Спасибо.